всем здравствуйте я всех вас приветствую на своем канале правда немножко обстановка не моя домашняя я в гостях сегодня у дочери и буду готовить курочка на гриле тут у меня цветная капустка перчик грибочки лучок и вот такая заморозка немножко на гарнир будут бантики вот такие буду сегодня готовить на вот такой сковородке на новенькой чуточек масла туда полила купила дочь недавно сковородку тефалевскую такую у нас двумя носиками но единственная она без крышки тут у меня уже закипела вода на лапшичку лапшичку сразу сейчас закину сегодня у меня нет стационарного штативчика так что будем с вами вот так выходить из положения люблю бантики это гранулина макарончики наши алтайские очень хорошие кстати твердые сорта макароны получится завтра ей на обед такое диетическое блюдо включаю плиту так это сейчас мы закроем под крышечку эти я думаю не буду даже делить их пускай соцветиями будут сейчас немножко нагреется плита погреется она махом начнем купила она еще чугунную сковородку и я ее похоже немножечко неправильно обожгла ой тяжеленная он видите что получилось вот такая получилась я ее короче накалила в духовке потом вытащила она мне отстыла немножко маслом на промазала ее и опять прокалила начали жарить яйца все ой-ой-ой вот что значит болтать и снимать одновременно короче начали готовить яйца на сковородке поджарить и они у нас прилипли вот кто подскажет как правильно обжечь такую сковородочку налила мимо все я думаю это надо все очистить капитально и попробовать по новой обжечь а вот как советуете тут у меня уже нагрелась так сейчас мы туда курочку отправим чуть-чуть водички курочку сейчас сюда такая ребристая сковородка так курочка у нас будет как бы вас примостить куда чтобы чтобы придумать тут такую присоску думала прицепить и сюда воткнуть телефон не знаю будет держаться нет и как будет видно или нет так вот так примастим сушить и по моему видно не все но видно зато я могу спокойно теперь что-то делать и заодно с вами пообщаться спокойно так пошла жара не держится мое приспособление ладно будем так значит сюда надо овощи все поскинуть хотела сделать красиво получится как получится мы тоже красиво получится не может такая красота получится некрасиво масло у меня там практически никакого нет обжариваются сейчас обжарится я включусь вам покажу смотрим что у нас получилось получилась вот такая красота вот крышки у этой сковородки нет но я придумала вот от большой жаровни которую дочери дарила кстати даже есть у меня отдельное видео про эту жаровню у нее такая история интересная в общем вот что получилось все по отдельности там и грибочки видно и мяско и капуста цветная перчик все целенькое осталось и заморозка там и морковочкой и что там еще было фасолька все все по отдельности все целенькое макарошки вот такое красивое блюдо у нас получилось готовится очень просто все полезное и все простое так что готовьте все элементарно чуть-чуть масла положили все это протушили я накрывала крышкой сначала накрыла крышкой все протушилось а потом крышку сняла и еще обжарила немного чуть-чуть соли чуть-чуть перца все и блюдо готово всем приятного аппетита завтра дочь у меня сытая на работу пойдет на долгий рабочий день с собой заберет на обед на ужин там даже хватит все на сегодня будем прощаться и у меня уже время одиннадцать вечера пора уже и спать укладываться понемножку до скорых встреч и по нашей сложившей традиции не будем надолго прощаться всем до свидания все отладила опять сковородочку биол к рабочему состоянию после перенакаливания промыла ее пошоркала шпарила опять солью на плите прожарила соль всю смыла просто водой накалила промазала маслом сейчас вот накалила на плите вот здесь выключила плиту и будем пробовать яичко пожарим посолим сразу не боюсь чтоб не сгорела отодвинула просто по новой подвинула там горячая пока плита включить еще сейчас посмотрим прилипнет или нет начинает скворчать чуть-чуть сейчас подсквориться краешек я попробую лопаткой прилип он или нет нет вот он все сдвигается с места прям все яичко все отлично вот что значит с толком с чувством с расстановкой подойти к делу все сковородка налажены биол яичко не прилипло в хороший показатель что она в рабочем состоянии можно теперь что угодно на ней жарить единственное не перекаливать и не шоркать если по новой пошоркать все с нее то нужно будет опять прокалить солью и потом нагретую промазать чуть-чуть маслом все и можно на ней опять по новой готовить что ты натворил а сознавайся сознавайся рассказывай что ты наделал а посмотри там чисто там чисто а вот здесь ну-ка иди смотреть сюда иди иди сюда иди сюда иди сюда что о а теперь посмотри что ты сделал ах ты что наделал вот это кто тут сделал а кто банан тебе не стыдно не стыдно не стыдно не стыдно тебе м что лапками трясешь это кто так наделал бессовестный какой а сейчас жопу надеру даже ухом не ведет кто в ванне насрал а кто в ванне насрал кто в ванне насрал ты бессовестный не 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 д